Большой спорт потихоньку выходит из режима самоизоляции. В эту среду тверские грибцы наконец-то провели первые официальные соревнования. В областном центре на Волге прошло региональное первенство по гребле на Байдарках и Каноэ. Юлия Бабашинская одна из самых перспективных тверских юниорок. Ставшая в прошлом году чемпионкой страны и чуть было не взявшая бронзу на первенство мира в своей возрастной категории, она строила большие планы на 2020-й. Однако все карты спутал коронавирус, который лишил соревновательной практики. Немного волнуюсь, потому что уже отвыкла соревноваться. Все-таки в прошлом году первые соревнования были уже в апреле, а сейчас полгода сидим и еще нигде не гонялись даже. Вместе с Юлией на старты вышло около 180 спортсменов из Твери, Вышнего Волочка и поселка Радченко. В течение двух дней они разыграют 28 комплектов юниорского чемпионата Верхней Волжья. Заезды запланированы на дистанциях 200, 500 и 1000 метров. У канаистов и байдарочников как среди одиночек, так и среди двоек. Этот турнир не просто смотрины, кто в какой форме начинает сезон. Первенство региона является еще и отбором на более серьезные соревнования. Например, на чемпионат России, который с 10 по 14 августа пройдет в Москве. Чемпионат России определит участников Кубка мира. В этом году в Венгрии в середине сентября пройдет Кубок мира. И я думаю, что наши спортсмены, это Кузахметов, Сергеев, Первухин, Молочков, Харченко, я думаю, что они поборются за путевки на этот Кубок мира. При этом шанс встретиться с зарубежными соперниками у наших гребцов может появиться еще раньше. Сразу после чемпионата страны, там же в столице, пройдет Кубок президента, где ожидается участие и иностранных спортсменов.